Всем привет! Это популярный магазин сети Мигрос Турции. Я хочу вам снять серию видео. Расскажите, нужно или нет, напишите в комментариях и поставьте лайки. Короткие видео, продуктовые, бытовые в Турции, на некоторые, на разные категории товаров. Сегодня это будут паски различные, peanut butter, которые можно здесь в Турции не только употреблять и кушать, да, я скажу, какие хорошие, какие не очень, на что обратить внимание, и те, которые можно с собой, если что, привезти на гостиницу. Смотри, здесь такая марка из Uber. Они вообще производят много всякого полезного питания. Всякие закуриски, шарики там, из орешков катают и так далее. Здесь, смотрите, здесь у нас peanut butter, турецкая peanut butter. Стоимость, да, на момент 90 лет, в скидке 130 лет. Здесь используется только ерфыстык. То есть, так, с русским у меня немножко иногда проблемы бывают. С арахисом. А вот в этой, мы сразу читаем состав, всегда смотрим. Вот, смотрите, 80%, потом идет мед, потом какао. В порошке все чистый, хороший, вот по-английски даже есть чистый, а хороший состав для себя. Вот эту марку я вам рекомендую. Видите, сколько здесь всяких вареньев и подобных шоколадных тем. Это Сорелла, очень хорошая фирма. И если мы берем аналог нутеллы, она, кстати, в России на Вайлдберисе продается. Турки привозят в Россию Сорелла. Очень хорошее качество. Это фундучные пассы. Есть просто с фундуком. Есть белая с белым кремом. Еще одну, видите. Ее стоимость 83,50 сейчас. Это я советую. Это всегда очень хорошее качество. Подешевле от фирмы Улькер. Это тоже фундучная паста. Видите, тут уже цена подешевле. 350 грамм. И здесь тоже 350. Здесь больше орехов использовано в приготовлении. Это прям номер один, я бы вам сказала. Более популярно у турок вот это Улькер производство. Вообще Улькер шоколадная сладкая фабрика по производству всяких сладостей. Она очень-очень популярна. Одна из самых популярных. Вот такой вариант есть. Здесь у нас больший объем. Сейчас она на скидке 650 грамм. 105 лир в идеале. А так сейчас она по акции за 65 идет. Скажу честно, не пробовала, не могу посоветовать. Вот, кстати, стандартная у нас нутелла идет. От нутелла сейчас 64 лир и 400 грамм турецких лир. 64. Есть еще вот такая фирма. Это уже Антебелла какая-то. Первый раз, кстати, вижу, не пробовала. Тоже фундучная паста. Но мы сразу смотрим на состав. А у нас тут что? Фундук 35 всего лишь процентов. Потом идет сахар и жир. И какао-порошок. И эмульгатор различный. То есть состав здесь уже такой себе. Не такой идеальный, как вот в этом варианте. Далее. Есть еще производство своего самого вот этого супермаркета. Миграс. Она будет всегда, конечно, самая дешевая. Знаете, как Ашан их продукция. Или там Лента, например. Когда сетевые сами производят. Но составы здесь тоже надо смотреть. Не всегда очень хорошие. Вот видите, на первом месте сразу идет сахар. И фундучное пюре всего лишь 13% от состава. То есть я сразу это убираю. И не советую эту историю. Здесь всего лишь, представляете, в этой пасте 12% фундука. Когда вот здесь 100% нуке. Это не фундук. Но все равно. В Сарелло сколько у нас процентов идет. Вот. Шекер, планукья, тос. Смотрите, здесь тоже, кстати, маленький процент в Сарелло фундука в составе. Обратите. Понимаю, но я это тоже не советую. Дальше. Это история больше для детей. Это даже ведь упаковка такая. Фитнад Шекер. 102 лиры банка стоит. Здесь у нас какао. Емульгатор. Пожалуйста. Так себе я придумал, мне купила. Типа тут нет сахара добавленного. Все только натуральное. Но там есть эмульгатор, запуститель и так далее. Смотрите, вот это интересный вариант. Это фундук и с медом перемешанный. 100 лир стоит эта банка в 250 грамм. Баулы фундук крема сыт. То есть крем, это как бы крем перемешанный. И здесь вот просто сытлю фундук. Это просто как бы карамельный фундук. И здесь будет с медом. Вот там состав. Так. Фундук 65% в составе. Потом 20% от состава. Это мед. Никаких эмульгаторов, загустителей. Ничего этого нет. Вот, пожалуйста, обращайте внимание. Ну, если же, конечно, пожалуйста, 250 грамм, она уже 100 лир стоит. Соответственно, цена зависит от состава продукта. Это логично. А вот здесь очень хороший. Это вообще идеал 110 лир. Это антепфстык. То есть это чисто фундучная паста, видите, с маслом. Здесь вот и на английском есть, если хотите. Состав 70% фундука и 30% сахара. В идеале, конечно, я бы выбрала вот эту, где идет намешан мед и сахар. Тоже как-то бы полезнее, да. Еще есть вот такой вариант. Но это надо смотреть внимательно. Это не лучше представить. 100 лир маленькая баночка. Это с зелеными фисташками паста. Но здесь 30% фисташек в составе. То есть прикиньте. Смотрим состав. Что у нас здесь? А у нас здесь сахар идет. Загуститель. Ну, короче говоря, ароматизатор фисташек даже добавлю. Кройс не супер натуральная история. Вот такая идет фирма сладостей Патти Свис. Здесь разные-разные тоже они делают баночки. И также они производят... Ну, это, короче, там не очень всегда состав сразу говорит. А надо читать. Здесь у них есть сладкие моменты. Это альтернатива бисквит spread. Это альтернатива иностранному лотосу. Смотрите, у него цена сейчас на скидке 170 лир, так 230. А турецкий аналог 75 турецких лир. Ну, лотос тоже любят. И чизкейк любят с лотосом. Вообще, бисквит вот этот вот просто обожают. Турки его полюбляют, так скажем. Но он, конечно, иностранный и дорогой. Так, это вот аналог альтернативы турецкого варианта. Я покупала, попробовала. Чувствуется на вкус, конечно же, вот это вот пальмовое масло. Здесь состав приятнее, повкуснее. Но, в принципе, честно скажу, не сильно отличается. Вот, смотрите. А это тахин кто-то поставил. Там есть вообще отделение у нас свежего лукума. Ну, там, видите, зонтик. Это оттуда. Там можно на разлив тахин купить. Тахин – это кунжутная паста. Далее. Здесь у нас халва идет различная. Это вы все знаете. Ну, и тут пекмезы. Я очень люблю пекмез. Это вываренное из изюма, например, из винограда. Рожковое дерево. Это тахиновая паста кунжутная, как правило. Посмотрите. Тахин пекмез называется. Кунжутная паста, перемешанная с тахином. Тахин пекмез – это вываренный сок винограда. Для загустения до такого темного цвета. Это самое крутое, вкусное. Обожаю. Советую. Ну, состав здесь, конечно, так себе. Здесь сахара очень много идет. Но вообще сам по себе изюм пекмез очень полезный. Это для ПП. Мы уже смотрим составы. Цена вот такая. 60 лиркоск. Конечно, самый лучший бренд. Я вам советую. Так, что у вас по составу? Очень часто здесь щекеры и ловятся. То есть не добавлен сахар. То есть его сладость натуральная из вот этого изюма из винограда, который вываривали. Поэтому пекмез очень полезный. Он очень сладкий. Ну, это натуральный как бы сахар, назовем так, да? Можно купить вот уже смешанную, а можно купить отдельно. Турки обычно отдельно покупают баночку кунжутной пасты тахин и баночку пекмеза. И сами перемешивают. Вот, кстати, Коска. Часто вы можете увидеть вдвойне вот такие бутылки. Вот эта пекмеза. Рядом с ней прилеплена еще и тахиновая такая же пластиковая бутылка. Кто покупает для транспортировки, для перевоза, очень это удобно. Вот такая пластиковая бутылочка домой себе забрать. На Вайлдберсе тоже видео привозят, продают. Варенье, наверное, у нас это будет все в другой следующий раз. И мед, и оливковые банки. Там, если надо, напишите. Тоже там есть всякие различные оливковые смеси для завтрака и так далее. Обращаю тогда ваше внимание. Давайте на халву. Вот такая бадем измеси. То есть измеси это как бы замес. Кто любит здесь сахар? Конечно, если это не пропует ПП. Посмотрим состав. Ну, в первом месте вообще у нас сразу, видите, сахар идет. Ирмик это манка. Тахиновая паста кунжутная. Сироп глюкозный. Кукурузная мука и так далее. Для аромата и бадем тут-ка в последнем месте. Это, я не знаю даже, как это назвать. В общем, это со всем вот этим составом. Тип халва, такая твердая, перетертая. С миндалем. Марципан, по сути. Вот это вкус марципана. Но такая же халва есть и фундучная, и с зеленой фисташкой. Обычный антепфистик. В общем, они разные варианты. Вот это очень клево, кстати. Это очень вкусно для любителей халвы. Вот халва, турецкая. Видите, как здесь много орешков. Здесь со вкусом какао добавлено. И с фисташками. Вот я, кстати, когда домой летаю, я вот эту коску покупаю всегда на гостинице. Но она такая очень приторная, ее много не съешь. Это, знаете, на любителей, короче говоря. Вот красивая для сувениров железная баночка. Состав точно такой же. За банку вы наплачиваете в два раза больше. Вот такие варианты. Это тахиновая, то есть кунжутная. Это тоже, но с вкусом храплений и фисташек. Здесь просто ванильная или сакакала добавленная. Ну, удобно. Я вообще тоже на гостинице это покупаю. Потому что это удобно хамить, перевозить и так далее. Еще хочу отметить, кто любит горячую колбу в турецких заведениях. Она вот, она можно купить в индивидуальной упаковке, засунуть в духовку. Стоит это 40 лир. В кафе, наверное. Это будет стоить порция, наверное, 150 лир. А это запихивается, скажем так, в духовку, разогревается. И из нее, потому что-таки такой центр вытекает. Тоже очень люблю. Вот тоже второй вариант. Это тоже 100 лир стоит. Вес, кстати, у них одинаковый. Вот прям френда для духовки написано. Халва. Ну, это порция на двоих, на самом деле. По 250 грамм. Она очень сладкая, ты один ее столько не съешь. Вот. Пишите в комментариях обзор, каких групп продуктов вам еще нужно. Например, сыры, колбасы могут быть и так далее. Какие-то там, я не знаю, креветки, морепродукты и все такое прочее. И, пожалуйста, оливки, молочка. Пожалуйста. В общем, если вам такая тема интересна, дайте знать. Если будет фидбэк, я вам еще поснимаю. Соль оливок нужно посмотреть за разными фирмами, разные варианции. Вот всякие измеси вот эти на хлебушек намазывают. В общем, вариаций очень много. Спасибо за внимание. Жду фидбэка. До новых встреч.